Здравствуйте! В эфире программа «Новости дня» в студии Татьяна Штиллер. О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. И вначале коротко тема первоапрельского выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Оренбурге завершился чемпионат России по настольному теннису. Определили сильнейших. И вначале об изменениях в жизни россиян. С 1 апреля начнут действовать налоговые льготы для поддержки предпринимателей и граждан в условиях санкций. Проиндексируют социальные пенсии. Проценты по банковским складам освободят от налога, но повысят порог налога на роскошь. Коротко о некоторых нововведениях этой весны и далее. Ежегодно с 1 апреля в России стартует весенний призыв. Он продлится до 15 июля. В этом году на военную службу планируется отправить 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем в прошлом году, говорят в Министерстве обороны. Призывников начнут направлять в войска в конце мая. При этом в ведомстве подчеркивают, что срочники не попадут в зону боевых действий на Украине. С начала месяца пройдет традиционная индексация социальных пенсий. В этом году размер выплат вырастет на 8,6% по официально установленному уровню прошлогодней инфляции. Индексация затронет 4 миллиона человек. В общей сложности на нее из бюджета выделено более 33,5 миллиардов рублей. Начнет действовать очередной пакет мер, направленных на поддержку бизнеса и граждан в условиях санкций. Он подразумевает поправки в налоговое законодательство. В частности, документ отменяет НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам в 2021-2022 годах. Порог налога на роскошь, напротив, увеличит. Под него теперь будут подпадать автомобили, приобретенные после 1 января 2022 года, при условии, что их стоимость составила 10 миллионов рублей и выше. Раньше налог на роскошь распространялся на автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей. Кроме того, для IT-компаний до 2024 года введут нулевую ставку налога на прибыль. Российские гостиницы освобождаются от уплаты НДС. В рамках пакета мер по поддержке экономики в России с апреля начнут действовать поправки в закон об обращении лекарственных средств. Это позволит упростить оборот иностранных медицинских препаратов в том случае, если возникнет дефицит. Тогда лекарства можно будет продавать в иностранной упаковке, а зарубежные компании должны будут уведомлять о своем решении покинуть рынок не менее чем за полгода. Доступная помощь. В Оренбурге состоялась встреча министра здравоохранения региона с участниками пилотного проекта организации медицинской помощи в малых населенных пунктах Оренбургской области. Главные врачи и младшие медицинские сестры поделились новым опытом и первыми результатами. В рамках пилотного проекта на младшую медицинскую сестру обучились около 30 жительниц населенных пунктов Оренбуржья. Это решает вопрос наличия медика в селе и возможность обращаться за помощью в любой момент. Они отмечают рады работе и чувствуют, что нужны пациентам. Помощники фельдшера готовят медицинские документы к приезду бригады, оказывают первую помощь при необходимости. Когда вы будете, ну что называется, утром, днем и вечером знать, что происходит с вашими пациентами, контролировать давление, как они пьют таблетки и не стало ли кому-то похуже, то мы точно добьемся самого главного, что мы сохраним жизни наших сельчан. Поэтому спасибо вам огромное. Младшие медицинские сестры связующие звено между жителями и районной больницей. Некоторые отмечают, что иногда выполняют и задачи социального работника. Она меня просто попросила, а можно, я не стала отказывать. Я даже в таких маленьких мелочах, потому что слезами на глазах, они были рады. Я говорю то, что это как бы связали две такие вот профессии, поэтому я не отказываю. Ну, счастлива, правда, счастлива. Следующая встреча запланирована на август. Если результаты устроят всех, то в будущем подготовят около ста младших медицинских сестер для сел с населением от 100 до 300 человек. Тем более, что желающие уже есть. Процесс обучения предполагает теоретические и практические знания и итоговую аттестацию. Новые дома хуже старых. Так, о своем жилье говорят те, кого переселили из ветхого и аварийного жилья в новостройки. В 2015 году оренбуржцам дали квартиры, не соответствующие нормативам. Ситуация по сей день не разрешена. Подробности у Екатерины Якобсен. То проводку замкнет, то крыша протечет. Жители домов по улице Мирненской каждый день ожидают неприятных сюрпризов. Косметический ремонт не спасает. Обои рвутся из-за громадных трещин, а звездка осыпается с, казалось бы, новых окон. Стены трескаются, лопаются все углы по швам. Фундамент садится. То есть кухонный гарнитур наклоняется, поставила, было ровно. Сейчас, не дай бог, там что-нибудь сейчас провалится. Из-за постоянных скачков напряжения техника выходит из строя. Жители боятся сгореть заживо. Электричество халатности не терпит, а в качественном монтаже проводки здесь сильно сомневаются. Провода были в коробке, в распредкоробке оголенные. Я сам залазил потом, все проверил, все нормально. В третьем, в пятом часу ночи трещит. Я уже забыл, когда спал. Нормально. Постоянно треск, как будто сварка. Вот именно в этом месте. Такая же ситуация и у жителей домов по улицам турбинное и просвещение. Особенно люди жалуются на промерзающие окна. Дети всю зиму болели из-за сквозняков. А весной появилась новая проблема. Ей влажность по вкусу. Единственное, кому хорошо живется в таких условиях, это плесень. Она оккупировала почти все пространство. Пример тому вот этот угол. Споры плесени летают, а люди этим дышат. Антисанитарную обстановку создает и канализация. Сточные воды с убийственной стабильностью заполняют двор. Почему? Загадка. Периодически это все вытекает наружу. Между домами есть люк. И все течет. Такой запах стоит. У меня еще окна во двор. И когда ветер дует, это дышать невозможно. Дома, про которые идет речь, были построены специально для переселенцев. Есть мнение, что именно потому, что квартиры предназначались для незащищенных слоев населения, качество их возведения хромает. Отбор подрядчиков был, ну, такой, знаете, сомнительный. Потому что на рынке появились организации, которые никогда в жизни не занимались стройкой. А занимались там продажей запчастей, какими-то еще услугами. И как они появились в госконтрактах, это вызывало очень большие вопросы. И в результате вот мы видим, какого качества получили дома. В прокуратуре Оренбурга подтвердили, здание требует капитального ремонта. И в 2020 году вышли в суд с требованием. У нас было семь гражданских дел, которые рассматривались около года. Соответственно, мы ждали заключения экспертов. Это самое основное мероприятие в рассмотрении дел. В дальнейшем администрация не согласилась с судебными решениями. Обжалую их в Оренбургский областной суд. В настоящий момент практически обжалование завершилось. Решение вступает в законную силу. Далее мы исполнительные листы намерены предъявлять судебным приставам. Точный срок, в течение которого недостатки качества домов будут устранены, неизвестен. Потребуются благоприятные погодные условия для проведения ремонта. А возможно и дополнительное финансирование. Екатерина Якобсен, Семен Доробьев. Новости дня. И теперь к информации о коронавирусе. За последние сутки в регионе положительными тесты оказались у 246 жителей области. Число заболевших продолжает снижаться. Воздоравливающих, напротив, втрое больше. 782 человека закрыли больничные листы в пятницу. Но по-прежнему фиксируются смертельные случаи. Два пациента умерли от осложнений COVID-19. Сейчас прервемся. Вот что будет в нашей программе дальше. Сахарная декларация. Теперь за использование каждого килограмма нужно будет отчитаться. В Оренбурге завершился чемпионат России по настольному теннису. Определили сильнейших. Это новости дня. Мы продолжаем. Правительство России вводит мораторий на возбуждение дела банкротства по заявлениям кредиторов. Запрет будет действовать с 1 апреля в течение полугода. Мера коснется организации и индивидуальных предпринимателей. Мораторий даст возможность должникам в течение полугода справиться с финансовыми трудностями и наладить дела без необходимости закрытия бизнеса и увольнения сотрудников. Исключение сделают только для компаний, которые занимаются строительством жилых домов. Сами же должники могут инициировать дело о собственной несостоятельности или отказаться от моратория. Личное банкротство возможно во внесудебном порядке через многофункциональные центры. Если задолженность от 50 тысяч до полумиллиона рублей и исполнительное производство против должников не было прекращено из-за отсутствия имущества. Компании, попавшие под мораторий, не имеют права выплачивать дивиденды, распределять прибыль между учредителями и проводить обратный выкуп акций. В правительстве рассчитывают, что такое решение поможет поддержать организации и граждан, которые оказались в сложной ситуации из-за санкций. И сахар под учет. Региональные власти вышли с инициативой задекларировать белый песок в области. Это значит, что оренбуржцы в конце года должны отчитываться за каждый использованный килограмм. Причина такого нововведения – неутихающий ажиотаз жителей региона, которые продолжают скупать сладкий товар. Один килограмм смородины на один килограмм сахара. Два простых ингредиента, а какой вкус! Многие обожают варенье, да только теперь хозяйкам придется отчитаться за каждую пачку сахара, которая пошла на приготовление сладкого лакомства. И не только. Указывать, какой объем сахара был использован, на какие цели он пошел и предоставлять фото и видеодоказательства теперь необходимо. Сделать это можно будет на сайте госуслуг. Там специально для этого в личном кабинете появится раздел «Расходование сахара». Оренбуржцам придется предоставить и все чеки из магазинов в течение года. Ох, ну надо же, до чего дожили. Ну это же вообще безобразие, что говорить-то. Ну зачем это нужно? Кому? Это для чего? Ой, да вы что, еще до этого мы уже дошли. Ну это же вообще не в одни ворота. Чиновники говорят, это вынужденная мера. В Оренбургской области продолжается сахарная паника. Несмотря на количество на ограничение товара в одни руки, сахар опять достается далеко не всем и уходит за считанные минуты. Причем, если ранее отпускалось до 5 килограмм, то сейчас сетевики вынуждены ограничиться тремя. Но и это не останавливает спрос. Местами полки магазинов пустуют. Сахарная декларация – официальное сообщение государственным органам данных о доходах. Количество производимого товара, приобретенного в оптовой или розничной сети, а также расходы товара, исходя на одного человека. Сахарную декларацию подают все физические лица, которые приобретали товар и должны отчитаться о нем самостоятельно. Индивидуальные предприниматели, а также руководители и бухгалтеры компаний. Причем даже в том случае, если деятельность организации не связана с общепитом. Эксперты уверены, данная мера позволит сократить черный рынок сбыта. В Минсельхозе области поясняют, на первой неделе спроса сахарного песка его массово скупали индивидуальные предприниматели, которые потом продавали сахар по заоблачным ценам. В небольших магазинах цена за килограмм доходила до 170 рублей. Чтобы было проще заполнять декларацию в конце года, рекомендуется собирать чеки на покупки белого кристаллического. Екатерина Яковсова, Наталья Мороз, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. И добавлю, декларацию можно заполнить на сайте госуслуг. Срок до 1 декабря 2022 года. После все данные проанализируют специалисты и передадут в Минпромторг России. Для того, чтобы крупнейшие производители сахара могли понимать, сколько нужно этого продукта для нашей области. Отметим, Оренбуржье – первый регион, кто вводит сахарную декларацию. Возможно, наш опыт учета сахара будет введен по всей стране. И о спорте. В Оренбурге завершился чемпионат России по настольному теннису. Последними были определены сильнейшие игроки в одиночном разряде. В течение недели областной центр носил звание теннисной столицы. Все лучшие игроки страны, как титулованные ветераны, так и восходящие звезды, собрались на выяснение отношений в нашем суперкомплексе – центре настольного тенниса. Мы с Оренбургом очень давно дружим. Условия, которые здесь созданы, здесь теннисный дом, здесь все намолено, здесь никому не надо ничего объяснять, здесь проведение – это просто одно удовольствие. Главными героями минувшего турнира стали вчерашние юниоры. Нижегородка Элизабет Абраамян и москвич Лев Кацман завоевали по три золотые медали из четырех возможных. 18-летняя Абраамян после успеха в команде и миксте вышла в финал одиночного разряда, где ей противостояла прошлогодняя чемпионка России, опытнейшая Ольга Воробьева. Соперницы показали игру просто мирового уровня. Сыграли максимальные семь партий, четыре из них завершились на больше-меньше, в том числе и решающе – 13-11 в пользу новой звезды российского тенниса. Эмоции просто непередаваемые, даже не знаю, как их описывать, потому что, наверное, за столько лет карьеры все-таки первый раз, наверное, испытываю такие эмоции. Не менее захватывающим и зрелищным получился мужской турнир. Совершенно не вызвал удивления успех 19-летнего Владимира Сидоренко. Однако победы ему пришлось буквально выгрызать. В четвертьфинале у действующего чемпиона Скачкова, и особенно в полуфинале у еще одного ветерана Левенцова, который выиграл первый сет 11-4, второй 11-8, а третья партия оказалась ключевой – невероятные 21-19 в пользу Сидоренко, и его было уже не остановить. В финале это пробовал Шибаев, но тоже безуспешно. Интересно, что и Скачков, и Левенцов, и Шибаев в разное время игроки Оренбургского клуба «Факел Газпром». Молодой петербуржец оказался сильнее всех. Я проигрывал вчера Кириллу Скачкову 2-1-9-5. Сегодня проигрывал Лешу Левенцову 2-0-10-6. Ну и Саша Шибаевым был очень тяжелый матч, так что очень рад, что смог вытащить. Таким образом, главным трендом минувшего турнира стала победная поступь молодых талантов. Что до Оренбуржцев, то номинальные хозяева чемпионата из клуба «Факел Газпром» без медали не остались. Помимо серебра Александра Шибаева в одиночном, у нас бронза Дениса Ивонина в парном разряде. Анатолий Юдинич, Игорь Бероев, Станислав Доминов. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.